И там, видите, в биомонстры, паника на Западе и так далее, и так далее. Конечно же, под подозрение пали американцы. Почему? Потому что, вообще, хотя мы знаем сегодня, что ВИЧ появился в Африке, потому что у шимпатей есть очень похожие вирусы, а обнаружили это его в Америке, в Соединенных Штатах. И поэтому, кто его создал, конечно же, американцы. И вот эти разные литературные газеты, правды, известия, и, конечно же, хотят уничтить американцев в том, что они создали ВИЧ. Но при этом, все любопытно, эта история впадает не только в газеты, которые можно было бы вновь, но даже в научные журналы, причем в очень авторитеты. Например, журнал «Offeral Society of Medicine» — это очень известный научный журнал, классический научный журнал. В нем выходит статья, в которой говорится, что имеются обильные свидетельства для предположения, что такая операция, в смысле, по созданию вируса иммунодеса таких веков, была в секретной американской лаборатории. Ну, классно же, просто вот повторяется, это то, что происходит сейчас. А каким же образом он создавал ВИЧ? Было очень много версий, что он случайно эволюционировал, кстати, опытов на глеточных линиях животных. Про коронавирус тоже такая версия будет. Его принадлежно создали с помощью генной инженерии из двух вирусов, или из двух других вирусов. Про коронавирусом та же самая история будет. Дальше в лекции. Что он сбежал из лаборатории, и, может быть, его не создавали, но просто сбежал из лаборатории. Про коронавирусом та же был. Что это биологическое оружие. Причем против кого? Против геев. Столи попрытно. Потому что люди гомосексуальной ориентации, ну, особенно в начале эпидемии, сейчас больше половины случаев видят, что люди гетеросексуальной ориентации, да, это было очень спастеризовано ввиду небезопасности и некоторых форм секса. Ну, кто виноват? Конечно же, были виноваты СРУ, ВОЗ, в основной академии в США обменяли в том, что не создали этот вирус, но главный источник предполагался такой Ford Detect. Здесь действительно есть такое место, Ford Detect, это биологическая лаборатория в США. И, кстати говоря, тоже, как можно показывать фотографии, вот в правом верхнем углу, это вот Ford Detect, такие же фотографии можно найти про Ухань в футболисологии, где убежал в коронавирус, пока, видите, милитаризован, значит, там что-то нехорошее делают и поэтому скрывают. Вот. Вообще, прежде чем перейти к коронавирусу, поговорить про него, вообще, почему это важно, почему этот вопрос кого-то волнует? У этого вопроса есть несколько сторон. Ну, во-первых, нам важно знать, откуда взялся вирус для того, чтобы формировать свое отношение вообще к экспериментам с вирусами. А эксперименты с вирусами, они нужны не просто, как бы, такая буа-жу-шона, давайте мы поэкспериментируем, а в этом есть важная задача. Во-первых, разработка вакцин. Как вы знаете, есть вакцины от модерной Pfizer. Вот там СБО, который поставляется этой ревороковой вакциной, он немножко отличается от шиповидного белка классического коронавируса. Он немножко модифицирован для того, чтобы большее количество выработанных антител делает, например, измененный СБО, связывает этот СБО с той информацией, в которую он проникает в клетки. Для того, чтобы хенератор дитела лучше работали в окно вращении вируса. Такое знание об этом получится из-за того, что до этого ученые экспериментировали с другими коронавирусами, в лабораториях, изучали свойства им вирусов. Почему вакцину удалось быстро создать? Потому что ученые знают, что коронавирусы таким-то образом устроены, что у них есть такой биот на поверхности. Когда мы находим новый вирус, мы читаем его геном, узнаем, чем он отличается другим вирусом, находим ген негушопомидного белка и мы можем сразу этот ген перенести в нашу холосинтетическую конструкцию. У вирус, по сути, есть заготовка для вакцины. И вы можете очень быстро перейти к ее испытанию. И это тоже благодаря тому, что ученые раньше изучали вирусы в лаборатории. Да, и если вирус убегает из лаборатории, тогда давление на все равно узнал. Вот видите, картинки вот так могут выглядеть в рынке диких животных в том же Китае. Очень не санитарно, но и очень неэтично по отношению к животным, но еще и опасно для всех людей на планете. Ну и так далее, и так далее. Ну и, конечно, есть политический аспект, который я затрагивать не буду, потому что это не моя область. И вторая вещь, про которую я хочу сказать вначале, как такую преамбу, это как мы отличим вообще научную гипотезу происхождения вируса от какой-то теории заговора. Есть несколько факторов, которые отличают теорию заговора. Во-первых, теория заговора подразумевает имплицитно поиск виновных. Во-вторых, в теории заговора там присутствует поиск взаимосвязей как бы в случайных или бессмысленных данных. Данных, которые, ну, казалось бы, не имеют прямого отношения к теме, то есть это будет очень много косвенных, не имеющих к другу отношения аргументов, которые как-то складываются в какую-то картину, которая кажется человеку разумной лишь потому, что ему так кажется. Да, вот картина справа, вверху, окажутся и точки улучшить единорога. Вот. При этом, если у него есть какие-то доводы против теории заговора, то в первую очередь вы слышите, что вы куплены, что вы работаете на корпорации, что нельзя верить ученым, ну, и так далее, и так далее. И сама теория в своем основании, в своем гидре, она не фальсифицирует. Научная теория должна быть принципиально опровержима. То есть кто-то может придать какие-то данные, которые могли бы опровергнуть ту или иную гипотезу научную. Скажем, если бы оказалось, что коронавирус SARS-CoV-2 в начале своего генома совпадает с одним коронавирусом, известным до этого, а другой частью с другим, известным до этого, то мы бы почти уверенно могли бы сказать, что вирус создан в лаборатории. Гипотеза природного происхождения в этом плане опровержима. Но если даже сейчас я пойду и в природе найду вирус, который на 99,9% похож на коронавирус SARS-CoV-2 и при этом является его прямым предком, все равно скажут конспирологи, что это не доказывает, что вирус не создан в лаборатории, просто потом, постфактум, создали такой вирус еще раз, предки создали, запустили его в природу, заразили животных и его скрывают в заговор. То есть при убить этих людей уже невозможно. Ну и собственно, вместо того, что это разумная релативность сна, и как именно создавался вирус, зачем, вы получите просто, ну, вот эти факты не укладываются, это мне не нравится, и поэтому я не понимаю, нету официальную версию. Есть очень классная книга про теории заговоров, ее написал автор «Психолога гроба Газертон», и там есть очень классная история про террориста Шрёдингера. Кто такой террорист Шрёдингер? Значит, идея какая, что люди, есть несколько других теорий про то, что случилось со Самой Бен Ладеном. Одна из них, это то, что Самый Бен Ладен до сих пор жив, то есть он живет недалеко от Белого дома в Вашингтоне, дружит с Бушем старшим и у него там все классно. А вторая же, его убили не тогда, когда сказали, а еще очень давно, а потом от его имени организовали теракт типа 11 сентября, а потом свалили все на Аль-Каиду, а на самом деле этот теракт был сделан самими американцами. То есть, получается, что Бен Ладен, да, не оказалось, что люди, которые более склонны верить в первую теорию заговора, они же более склонны верить его вторую. То есть, как будто бы в их голове Бен Ладен и жив и Мерф одновременно. Это как бы такое. Поэтому террорист Шрёдингер. Так вот, с вирусами и катастрофическими теориями про них мы сделаем ситуацию очень похожие. Вирусы Шрёдингера, потому что мы можем найти как теории о том, что коронавирус вообще не существует. Что очень забавно, учитывая то, что вообще-то нет ни одного вируса на планете, который был бы сейчас, скажем так, более изучен в плане количества полностью прочитанных его геномов. На сегодняшний день есть такая база данных, называется G-SAID. В ней более двух миллионов полностью прочитанных геномов коронавирус-Сарского 2 из лаборатории по всему миру. А геномы, это как, ну, это и есть вирус, по сути. Это последовательность куриодинов, в которых он состоит. И, как бы, окей, это все, все эти лаборатории, все эти последовательности, они выдуманы и просто случайно совпадают друг с другом, и случайно совпадают с тем, что находят у людей, которые болеют COVID-19. Но, есть другая теория, как раз, что наоборот, COVID-19 создали еще в 2009 году. Смотрите, видите, есть статья, и там напоминается, вам не видно, мне тоже не видно, но там напоминается, в этой статье SARS-CoV-2, тоже есть это слово, и это статья 2009 года. В чем прикол? А прикол в том, что там речь пошла про некоторые разные фрагменты вирусы атипичной пневмонии. Вирусы атипичной пневмонии называются SARS-CoV, и поэтому был первый фрагмент, второй фрагмент, и третий, второй это SARS-CoV-2. Ну, вот так его обозвали, но конспирологи это увидели, опа, уже вирус с этим названием зашлил в 2009 году. Хорошо, я буду перечислять конспирологические теории в порядке уменьшения и придумывости, поэтому вначале приготовьтесь к трэшу. Вирус это изразительный револ. Почему? Потому что если мы посмотрим как бы на логотип уханьской стены вирусологии, и зашло в спойлер, это не логотип уханьской стены вирусологии, но так это было подано, что это он. Это какого-то шанхайского вы взяли, если не ошибаюсь. Он похож на логотип корпорации Умбрелла. А корона это анаграмма к слову ракун, ракун сити из Resident Evil. Правда, в слове ракун немножко, там есть еще лишняя буква, но неважно, это конструктор не останавливает. Хорошо, кто еще мог создать коронавирус? Антивакцинаторы. По мнению митрополита Илариона, те же самые силы, которые стоят за антивакцинаторским движением, создали коронавирус. Я скептичен, потому что мне кажется, что эти люди недостаточно компетентны, чтобы создать хоть что-либо, но вы можете ошибаться. Но есть и обратное, что его создали вакцинаторы, как раз, Билл Гейтс, чтобы всех чекировать. Это создало с помощью 5G-излучения. 5G-излучение вызывает появление коронавируса в вашем теле. То есть каким-то образом геномы коронавируса формируются из молекул под воздействием 5G-излучения. То есть крутая теория. Я нашел даже статью в научном журнале, между прочим, про то, что особенноват и численности подачи. Не спрашиваете, почему? Но это тоже как-то связано с какими-то циклами и с полным релем. Вот. Но, конечно же, самые популярные версии про то, что коронавирус создан где-то в Китае. Но есть версии, который создан в России в векторе, к тому, что в векторе был взрыв. И этот взрыв использовали, чтобы скрыть утичку коронавируса. Ммм. Вот. Ну и даже есть версия про то, что его создали в США. И что приезжали какие-то американские спортсмены в Китай, вот они завезли коронавирус. Разумеется, это все не утверждается доказательством. Из смешных статей, которые выходили недавно, тоже, кстати говоря, статья в научном журнале, которая так и не вышла, но припрыг к этой статье был пересказан журналистами The Daily Mail, вот такой таблоид, где автор, реальный ученый, обосновывал, что коронавирус создан в лаборатории, потому что он в некотором смысле нарушает законы физики. Вот. Так утверждается, что поскольку подобно магнитам, положительно заряженные аминокислоты, отталкиваются, очень редко можно найти даже 3 подряд в естественном организме, а 4 подряд крайне маловероятно. Законы физики говорят, потому что нельзя иметь 4 плодинно заряженных аминокислоты подряд. Единственный способ это искусственно изготовить. То есть, смотрите, законы физики запрещают иметь 4 подряд заряженной аминокислоты, а генные инженеры могут нарушать законы физики, создавая искусственные вирусы. И это на полном серьезе. Хорошо, берем геном человека и ищем там белки, в которых есть не 4, а 8 подряд заряженных аминокислот. Вот белок такой есть, 8 подряд заряженных аминокислот. Между прочим, это какой-то белок оказался... Я, например, взял белок, который экспрессируется в мужских яичках. Так что наши мужские яички, они, очевидно, созданы искусственно и нарушают законы физики. Ну, как иначе, как бы очень круто. Еще одна была крутая статья, ее отозвали. В итоге это был приплит в журнале «Приархив». Ну, это сервис приплитов, на самом деле, не научный журнал, неважно. Там вышла эта теория про то, что коронавирус создан из ВИЧ, из вируса иммунного нефицинского человека, потому что в нем нашли фрагменты вируса иммунного нефицинского человека. Если бы это было действительно так, это бы действительно было бы аргументом в пользу искусственного происхождения вируса, но все не совсем так. И для того, чтобы это пояснить, нужно внести некоторый термин. Термин из науки, которой я занимаюсь, называется, биоинформатика, математическая биология. Это, как вы понимаете, выравнивание. Вы сверху видите две последовательности генетических, одна поставлена под другой. Из двух каких-то объектов, одна может быть, допустим, человек, другая, может быть, мышь. Или один вирус, другой вирус. Вы можете их сравнить. В геноме есть четыре буквы, из которых все состоит. А, Д, Г, Ц. Но если в ДНК, у вирусов, у параливусов, точнее, у них будет А, У, Ц. Но это не важно. И вот вы можете сравнить, насколько две последовательности генетически похожи друг на друга. И вот чёточки показывают совпадение, а ни чёточки нет, там совпадения нет. И возникает вопрос. Вот вы находите, вот находят совпадение. А сколько это случайное совпадение? Потому что если я возьму два больших текста, то какие-то фразы могут совпадать. Да, допустим, фраза «Епл мужик» наверняка встретится во многих произведениях. Это не значит, что один другого подсматривал. Что это как-то родственное предложение, что не одно хранено у другого. И у нас есть у биоинформатики такая мера измерения. Называется эксперт или e-value. Это что происходит? По сути, мы виртуально перемешиваем все буковки и смотрим, как часто, по случайным причинам, в базе данных такого же размера, где мы осуществляем поиск, найдется фрагмент, который похож на тот, который мы закинули, для сравнения, так же сильно или еще лучше. И получаем некую вероятность. Если этот e-value маленький, значит, совпадение, скорее всего, не случайно. А если e-value большой, то, значит, мы бы такой сход, даже если бы просто все буковку перемешали, это не говорит о каком-то реальном сходе. Мы видим SARS-CoV-2. Сравним, находим небольшой фрагмент, несколько десятков нуклеотидов, которые сильно похожи, смотрим e-value 4.1. Это значит, что если мы перемешаем геном в крови с SARS-CoV-2, просто случайные буковки расставим, то в таком геноме найдется 4 фрагмента, которые будут случайно, только в среднем 4 фрагмента, которые будут так же или еще больше похожи на Vich, чем кто-то реально на дуле. То есть говорить про то, что его сделали из Vich-а, это абсурд. Это как, ну я не знаю, вот у вас красный шарфик, и вот у кого-то там тоже красный шарфик. Вот совпадение, вы наверняка тайные друзья и пришли меня убивать. Вот. Теория заговора. Простите. Но у кого еще есть такой же способ с Vich-ом? Вы знаете, кого создали из Vich-а? Большую панду. Вы видите, эксперт 066. То есть панда еще больше похожа на Vich, чем коронавирус SARS-CoV-2, так что вот ее создали в лаборатории из Vich-а. Но двигаемся дальше уже к более таким разумным, но ошибочным гипотезам. Собственно, одна из первых теорий про происхождение коронавируса искусственного, это была теория про то, что его создали из двух конкретных вирусов. Из коронавируса МА-15 с добавлением шпамидного белка из коронавируса RSHSC-014. Потому что была статья в журнале Nature Medicine, это известный научный журнал, где ученые из Китая брали эти два коронавируса, обменивали между ними генетический материал, получили новый коронавирус искусственный, которым показали, что он может заражать клетки легкого человека. То есть, смотрите, все совпадает, все вкладывается. А это он и есть, он же заражает легкие человека. Коронавирус сбежал из лаборатории в Китае. Но мы знаем геномы этих двух коронавирусов, которые были в статье в Nature Medicine. И мы можем сравнить коронавирус SARS-CoV-2 и эти два коронавируса, и увидеть, что сходство там не наблюдается. То есть, они очень отличаются. Нельзя из тех двух вирусов взять и получить коронавирус SARS-CoV-2. Поэтому можем точно сказать, что эта гипотеза не работает. На Хабре, а потом она оказывается запубликована в научном журнале, про то, что коронавирус SARS-CoV-2 создан из коронавируса, который нашли у летучих мышей, называется РАТГ-13, и с фрагментом из коронавируса из панголинов. Потому что есть участок геномия вируса из панголинов обнаруженный, который больше похож на SARS-CoV-2, чем то, что в этом месте у РАТГ-13, у летучимышевого коронавируса. Вот видите, авторы пишут, что SARS-CoV-2 – это очевидная химера, созданная, основанная на летучимышевым коронавирусом штамме РАТГ-13 и так далее. Вот они это как бы доказали. Ну, с этим очень много проблем. Было еще с самого начала этого утверждения, начиная с того, что РАТГ-13 нашли в 2013 году, но при этом он все равно достаточно сильно отличается. Хотя это был тогда ближайший вирус, когда вирус SARS-CoV-2, все равно там было почти 4% разницы, а это, если что, несколько десятков лет эволюции. То есть получить один из другого требуется сильно больше времени, чем с момента открытия этого вируса. При этом, значит, даже если мы предположим, что этот вирус культивировали в лаборатории, где можно чуть-чуть сжать сроки его эволюции, все равно получается ошибка в два раза где-то. При этом, если мы используем еще какие-то дополнительные методики, ускорение мутаций, которые публицисты иногда используются в лабораториях, мы увидели следы этих методик, потому что, когда происходят мутации, есть очень много факторов, которые на них влияют. Если мы какой-то один фактор добавляем, то он не одинаково влияет на частоты всех мутаций, всех разных переходов одной буквы в другую. Мы тогда можем увидеть, что какие-то мутации стали происходить чаще. И если мы такой анализ проведем, то выясняется, что коронавирус SARS-CoV-2 до перехода к человеку эволюционировал примерно так же, с точки зрения частот разных классов мутаций, как и, например, вирусы к спичной пневмонии, или некоторые другие коронавирусы, которые заражают людей. То есть либо все эти вирусы создавались вирусную методику скоринного мутагенеза, либо ни один из них. С Сангалином тоже похожая история, что хотя у него действительно есть участок, по которому он на тот момент был максимально похож из всех известных вирусов на SARS-CoV-2, все равно в этом участке лишь 86,6% сходства было с коронавирусом SARS-CoV-2, и достаточно много отличий. И поэтому это тоже не очень родоподобный сценарий. Но на самом деле сегодня мы на 100% знаем, что это неправда, что это вот эта теория, эта уверенность, что вот эти меры и так далее, это полная ерунда. Потому что буквально неделю или две назад вышла статья, где нашли новый коронавирус в природе. Вот у него такое забавное название – банал. Там банал и какие-то цифры. Вот этот банал, он теперь и сегодня является самым похожим коронавирусом на SARS-CoV-2. Не тот, который ратомия-13, который, кстати, вот как раз было обнаружено в интернете вирусологии. То есть это следствие из гипотезы природного происсказания вирусов, потому что если мы будем в природе искать вирус, то время мы находимся в более и более похожем вирусе. Вот нашли более похожее. А раз нашли более похожее, значит уже не из тех вирусов его делать, а должны будем делать из этого. Ну, можем в новую период придумать теорию, что этот вирус нашли на самом деле 10 лет назад, скрывали, а потом выпустили в природу, а потом выпустили в природу статью. Вот. На самом деле есть несколько аргументов про то, что коронавирус SARS-CoV-2 большую часть времени своего эволюции облиценировал в летучих мышах. Вращаясь к этой последней статье, которая сказала, что ВАЗа только коронавирус, которую нашли в летучих мышей, который сейчас максимально похож на SARS-CoV-2, он, а, было показано, что он умеет заражать человека, человеческие клетки. То есть у него то место в геноме, которое отвечает за участок связывания с молекулами на поверхности клеток человека, через которые вирус проникает в эти клетки, он очень похож на SARS-CoV-2 в этом месте и проникает в клетки человека. То есть у этого вируса уже есть и сал для заражения человека. Все, не нужен никакой переходное звено, ничего. Вот этот вирус мог бы заразить человека. Может быть не он, он не является все равно предком SARS-CoV-2, все равно есть отличия и так далее, но вот уже в природе есть очень похожий предок, способный заразить клетки человека. До этого тоже были другие аргументы. Например, сейчас это чем я занимаюсь, мы смотрели на коронавирус SARS-CoV-2, на мутации, которые у него возникают, и обнаружили, что есть один класс мутаций, который у коронавирус SARS-CoV-2 после того, как он перешел к человеку, то есть пока он эволюционировал где-то в своих предках до человека, у него этого не было, но когда он перешел к человеку, иначе у людей заразить на него почти в десять раз выросло количество мутаций из буквы Г в букву У. Вам это ни о чем не говорит, но биологам это говорит вот что, что такие мутации легче всего вызываются отечислительным стрессом, и у людей действительно коронавирус вызывает сильный отечислительный стресс где-то, который он заражает. А вот у летучих мышей, например, очень сильно подавлен отечислительный стресс, и поэтому если раньше этих мутаций не было, а теперь они есть, сейчас есть и отечислительный стресс, то возможно раньше его не было, и тогда это указывает на то, что скорее всего этого не было, потому что он функционировал в ком-то, у кого подавляется действительно стресс, например, в летучих мышах. Может быть, у кого-то еще такое есть, но мы не знаем. При этом показано, что когда на SARS-CoV-2 он таки, да, заражает летучих мышей, не всех летучих мышей, но есть летучие мыши, которых элементальным путем заражали когда на SARS-CoV-2, и они болели. Есть работы, где заражали клетки летучих, показывают, что их можно заражать многими вирусами. Например, вирусом SARS-CoV-2 многие клетки можно заражать разных летучих мышей. Вот. Точнее, не так, я исказил здесь информацию, это были не клетки летучие, канцлеровки объяснили мне, что у меня нет права высказываться по этой теме, я вам это раскрываю, потому что у меня есть конфликт интересов. Вот эти конфликты интересов в чем? Я из России, а в России, как известно, все работают на Путина, а Путин, как известно, хочет с китайцами базу на Луне. Поэтому и Путину нужно хорошее отношение с Китаем, и поэтому мне нельзя верить, потому что, ну, я хочу домик на Луне вместе с Путиным, то есть, как вы понимаете, вот, поэтому я отрабатываю свой домик на Луне. Ну, идем дальше. Самый популярный аргумент, который, кстати, более серьезный, который очень много и по-прежнему интересует людей, это история про так называемый флоиновый сайт в SARS-CoV-2 вирусе. Что такое флоиновый сайт? Есть щеповидный белок, и есть в нем некоторый участок, который разрезается припевенным ферментом, когда он упадает, ну, в нашу ткань. И после этого разрезания S-белок становится, как бы, более активным, и он позволяет вирусу проникать в клетки более эффективно. Поэтому этот сайт очень важный, он позволяет вирусу быть столь эффективным в заражении. И оказывается, что вот у SARS-CoV-2 есть такой участок, который распознается за этим ферментом фурином, а у более простых коронавирусов не у РТГ-13, и у того нового, кстати, который открыли недавно, и у Пангалиева коронавируса, у них этого нет. Поэтому вот это и есть доказательство искусственности, что вот именно вот этот фуриновый сайт его встроили. Проблема с этим аргументом в том, что если мы его принимаем, то оказывается, что уже очень много вирусов в природе создана в лаборатории на самом деле. Потому что для коронавирусов это вот такая статья в 1916 году, где посмотрели разные коронавирусы, и у кого есть, у кого нет фуриновый сайт. И оказалось, есть куча примеров, где вот есть вирус, у которого есть фуриновый сайт, и есть вирус, у которого нет фуринового сайта, и они при этом родственные. И у более далеких простых тоже нет фуринового сайта, означает, что у этого он возник. И таких примеров можно привести десятки. Причем не только у коронавирусов, например, у некоторых вирусов гриппа тоже эти флориновые сайты возникали неоднократно, независимо. Причем в некоторых случаях ставкой, то есть появлялся фрагмент из местных аминокислот, которые могли отназаваться этим флорином, разрезаться и влиять на поникновение вируса в клетке. То есть в самом появлении флориного сайта ничего такого удивительного нет. Но приходят господа, которые хотят найти в этом флориновом сайте доказательства того, что он искусственный, находят и говорят, смотрите, ага, у ученых есть ферменты, которые умеют разрезать ДНК. И если мы посмотрим на нуклеотиды, которые кондируют в ту аминокислотную ставку, которая является флориновым сайтом, кондируют в СЭКС-2, то мы там обнаружим последовательность нуклеотидов, которые также разрезаются генноинженерным ферментом. Вот генные инженеры и сделали эту вставку. Мы доказали. Проблема в том, что у генных инженеров есть тысячи разных ферментов, которые разрезают самые разные последовательности буковок. И если мы посчитаем вероятность того, что на такой фрагмент такой длины, если мы все буковки перемешаем, найдется какой-нибудь фермент, который сможет его разрезать, у генных инженеров, то вероятно, что такого нахождения превышает 99%. Даже если мы сделаем поправку на то, что должен быть сайт определенной длины и всякие другие авторитетства, то все равно получится больше 90%. То есть это, ну, мы бы в любом случае нашли такой участок. Был бы вирус искусственным, не искусственным, неважно. Поэтому аргумент этот слабый. Вот. Позвольте такой пример о ошибке техасского стрелка, знаете, когда вы можете нарисовать мишень и пытаться в нее стрелять. И, может, попадете, может, не попадете. А можете, вы вступить хитрее, можете нарисовать, можете взять автомат, стрелять, куда попало, а потом, куда попало, и там мишень рисовать. И вы получаете все равно очень меткий стрелок. Ну, так вот и здесь. Вместо того, чтобы заранее предположить, а чем бы мог генный инженер руководствоваться, и мы находим что-нибудь и объявляем, что, а, в это сделал генный инженер. Но на этом тоже все не закончилось, потому что еще одна уникальная особенность коронавирусов в Сарскому главу, в этом месте, которое котирует фуриновый сайт, есть в последовательности шести буковок, цгг, цгг. И вот этого, якобы, вообще не бывает у коронавирусов. И на такой чувак, который написал пост про то, что, вот, смотрите, так не бывает, я заплачу вам какую-то сумму денег, если вы докажете, что так бывает. Вот. В итоге он мне проспорил. Я ему прислал в одном из... В третьем коронавирусе, который я пробил по базе данных, нашел, сложился такой фрагмент, кодирующий на вине заряженной аминокислоты. Вот. И два аргинина. И я ему прислал, и он даже согласился, и я ему предложил эти деньги отправить на благотворительность. Вот. Но он все равно верит в то, что вирус создан в лаборатории, если что. Это его не убедило. Вот. Собственно, мы такие цгг-цг-последовательности можем найти у других коронавирусов. Можем найти, даже интересно, вот есть прикошачий коронавирус, у которого вот эта вот фуриновая вставка, если что, эта фуриновая вставка, она выглядит так. Там есть аминокислоты P, R, A, R, F, R. И мы можем такую же последовательность аминокислот найти у всех коронавирусов, которые заражают кошки. Заражают кошек. Но это не значит, что из этого вируса сделали тот вирус. Вот. Но вот в этом вот месте, там, да, есть два аргинина, которые тоже кодируются не цгг-цг, а, по-моему, цг-цг-а, но это так же редко включается, как цг-цг-цг. В общем, если хотите, можно всегда возьмать саму на глупус. Вот. Но самое забавное с этим фуриновым сайтом для того, что генные инженеры не используют такой фуриновый сайт. Вот. У ученых есть представление о том, было представление о том, как должно быть выглядеть, из таких аминокислот должен состоять участок, который разрезается фурином и позволяет коронавирусу проникать, не только коронавирусу, проникать в какие-то клетки. И последовательность такая. R – это аргинин, это X вата. Икс – это любая. Дальше аргинин или бизин, R или K, и потом еще один аргинин. Это названно консенсус. Так выглядит фуриновый сайт в понимании ученых, которые работали в этой области до появления коронавируса SARS-CoV-2. Вот так выглядит фуриновый сайт в коронавирусу SARS-CoV-2. Извините, я до этого ошибся. R, R, A, R. Вот это вот третья буковка – А. У генных инженеров не было бы никакой причины куда эту буковку вставлять. Это не соответствует тому, что ожидалось от работающего фуриного сайта. Если посмотреть реальные работы, где генные инженеры создавали фуриновый сайт искусственно, в этой третьей позиции всегда была либо буковка K, либо буковка R в концепции, как в том, что ученые ожидают. Ну, потому что, если вы взяли какой-то неизвестный вирус и сделали там какую-то странную потребность, или кислоты, получили что-то, вы не знаете, это у вас получилось потому, что такой вирус, потому что у вас такие аминокислоты вставлены. Если взяли вирус, который безразразивания к человеку вставили правильный фуриновый сайт, и он стал заразивать для этого человека более эффективно, значит, это было осмысленно, и вы понимаете, что вы это сделали разумно. Ну, как-то так. Вот. Этот слайд мы пропустим, но, грубо говоря, есть у ученых некоторые объяснения того, что эти вставки могут появляться. Вставки у вируса возникают регулярно, сейчас, когда коронавирус распространяется в человеческой эмакуляции, уже обнаружено более сотни разных вставок у разных вариантов коронавируса, которые привели к тем иным последствиям. Вот. Но хорошо. Нам говорят здесь, ладно, те аргументы мы разобрали, мы показали не правильный, но все равно дыма без огня не бывает. А теперь на самом деле бывает. Смотрите видео на Ютюбе. И вот. Все-таки же, что-то и могли же создать вирус, коронавирус SARS-CoV-2. А более того, есть, например, проекты, где создают целые бактериальные геномы. Вирусы проще, чем бактерии. Вот Храйг Вент, так известный ученый, он создал как легкен, взял бактериальную клетку, взял бактериальный геном и с помощью химического синтезатора буковка за буковкой создал целую бактериальную хромосому. Из бактериальной клетки вынул ее в хромосому, засунул туда искусственную хромосому и получил расплажающуюся клетку. То есть даже вот такое сделать генные инженеры могут, не говоря о том, что в итоге вирус какой-то. Поэтому, в принципе, могли же сделать? Ну, могли. Тут спора нет. Сделать такое могли, но все-таки есть еще большая разница между тем, чтобы повторить что-то, что уже сделано. Тоже Крик Вентер, он сдавал, пусть не искусственную бактериальную хромосому, но последовательность букв была такая, как обычный бактериальный хромосомец, отобранный естественным отбором в процессе эволюции и так далее. И действительно, ученому не составит труда воспроизвести создание королевиза SARS-CoV-2 сегодня, когда геном королевиза SARS-CoV-2 известен. Когда вы знаете последовательность букв, посмотрите разницу, да? Вот каждый из вас может взять трехтомник Пушкина и переписать от руки. Проблема с этим нет, согласитесь. Но сочинить сочинить произведение такого же уровня, и чтобы оно стало бестселлером и вошло школьную программу литературы, это сложно. И вот в этом вы можете изменить пару предложений, то, что ген-инженер сделал, да? Он мог бы взять Пушкина и пару слов, поменять, вспоянить что-то, выдать за свое. Так можно. Но сложно. В ученой генной инженерии не дошла до такого уровня, чтобы могли взять и на коленке спроектировать, какие нужно сделать мутации, чтобы получить кентавров, потому что кентавров в природе не бывает. И вот в SARS-CoV-2 такого вируса в природе не бывает. Ну, не было. Никто его не видел. Вот. Чтобы создать его с нуля это сложно, нужно иметь что-то уже заготовленное. Решить его можно было потом докрутить. Вот. При этом с этим тоже есть проблема. Потому что, предположим, фенитивный вирус хорошо у них был, они нашли в природе вирус, прочитали его геном, потом пытались его воссоздать. Есть такая методика, называется обратная генетика, когда мы берем и в лаборатории синтезируем. То есть, как вас, вы сначала прочитали геном какого-то вируса, и вы сможете кого-то заразить. И любопытно, что в методиках, которые используются для такой обратной генетики, во-первых, вам используются гибы в клетке, типа 2-6, которые здесь перерисованы. И когда такое делают, то возникает несколько проблем. Первая проблема заключается в том, что у вас вот этот самый фуриновый сайт, про который мы говорили, который такой важный, замечательный, при пассировании в теоретической культуре для крови сахара показывает, что он отваливается. Ну, потому что он не нужен. Он нужен, когда в ткани у нормального человека, или у какого-то животного отражается. Вот. То есть мы, опять же, не предполагаем, что тот же фуриновый сайт появился в процессе вот такого вот подхода. При этом, что еще любопытно, именно то, что когда мы делаем это в клетках в лечке культуры, такие вот опыты с обратной генетикой, там отсутствуют полноценные иммунные системы. То есть антитела, клетки памяти, клетки, деклет, этих клеток нет. И поэтому условия для эволюции вируса немножко другие. Украина в сахара, что вам в него очень сильно прожат такой, так называемый, гликановый щит, это способ ухода от иммунной системы, от, в том числе, антительной иммунной системы. Вот. Поэтому тоже говорит о том, что вряд ли он эволюционировал в лаборатории, вряд ли его докручивали в лаборатории в таким образом. Вот. Ну хорошо, даже очень уважаемые ученые, которые находят на стереологические теории происхождения вибрации, создания в лаборатории, все равно по-другому относятся к вопросу, а просто кутечки, ну куку просто природный вирус и утек из лаборатории. Тут вопрос уже не науки, а вопрос как бы к следователю. природный вирус привезли в лабораторию, кто-то заразился прямо от летучей мыши в лаборатории, никто даже об этом не знал, никто этого вируса не видел, никто его не изучал, просто, ну или только начали его изучать, не случилось такой инцидент. Что можно об этом сказать? Сильно о такой сценарии вы изучите нельзя. Природный вирус по геному, по генетическим последствиям вы не отличите от искусственного вируса, который создан точной копией этого природа. Но вируса вируса в лаборатории не имеет каких-то особых маркеров, по которым можно было бы следить. И я поискал, кто четко формулировал какие-то аргументы о том, почему таки вирус визал из лаборатории на летучем природы. И очень интересная позиция Лайзера Ютковского. Это автор книги Гарри Поттера «Метры социального мышления». Я очень как-либо люблю, Ютковского очень люблю, и поэтому здесь я очень уважительно пооблонирую. Он написал пост в Фейсбуке, где он приводит аргументы в пользу утечки. Он говорит, что утечки патогенов случались неоднократно. Как пример, такое бывает. Действительно, такое бывает, но в природе существует более двухсот разновидностей вирусов, которые заражают людей. Разных вирусов. И при этом ни одна лабораторная утечка не представляла из себя новый вирус. Всегда были утечки вирусов, которые уже были... А теперь это произошло. Ну, пожалуйста, и что? Я говорю про вероятности. Вероятности я... Смотрите, если вы будете глянуть в в отелье, то поскольку большинство людей проигрывают... Нет, большинство выигрывает. Поскольку большинство людей в отелье проигрывает, нет, проигрывает, можно у меня не перераскивать? статистика такая, не importante. Большинство людей в в отелье проигрывает, значит вы казино не выигрывал. Среднее выигрывает в казино. Ну, изучите путь с математической статистики. Вот. Вы можете пойти, посмотрите, как работает в казино. Бедное казино. Извините, я не прав. В казино всегда проигрывают. Хотите заработать? Идите в казино. Все выиграем. Замечательно. Все. Замечательные аргументы подошли. Вот. Спасибо. Вот. Люди гораздо чаще встречаются с любыми в народе, чем в лаборатории. Все констерологи являются хоть у них хамом или так добре. Обычно все-таки констерологи более приличные люди. Более приличные люди. Я общался с москоземельщиками. Гораздо более приятные люди в общении, чем вы. Как так получается? Москоземельщики более приятны в общении. Они бывают очень интеллигентны, знаете. Я вел на кухне дискуссию с таким человеком, и он прямо на меня придумал впечатление тактичности и деликатности. Так что не все констерологи такие, но иногда попадаются. Но бывает и случается и такое. Вот. Да. Просто как простой пример. Возьмем какой-нибудь вирус, который исключительно можно получить от животных. Больше ни от кого. Вирус бешенства. В Китае за последние 50 лет произошло более 59 смертей от бешенства. То есть в каждом этом случае человек проконтактировал с зараженным животным. Это как пример. За всю историю утечек было несколько десятков утечек каких-то вирусов, где ученый в лаборатории с каким-то вирусом взаимодействовал и заразился. Если мы берем просто и сравним эти вероятности, мы понимаем, что одно более вероятно, чем другое, на порядке. Это не говорит о том, что невозможно, что вирус бешенства из лаборатории. Это говорит о том, что вначале нужно подумать о том, что это событие менее вероятно. Если вы выйдете в казино, то более вероятно, что вы проиграете. Это значит, что вы не выиграете. Может, вы выиграете. Такое тоже возможно. Вот. Поэтому в Кироиде существует сотни тысяч животных. То же самое можно сказать и про природу. Природ занимается химитированием вирусов им постоянно. Поэтому я не вижу здесь какого-то особенного аргумента в фольжуи в ухаспийской кирусологии. Вот. Ближайший родственник коронавируса тогда, на тот момент, был обнаружен в пещере, в пещере, где проводились работы, в том числе, значит, есть пещеры, где очень много разных коронавирусов. И про эти пещеры известно ученым. Ученые там возникают мышей, некоторых вирусов туда привозят. И вот коронавирус Рапта Г-13, который очень близкий к Кирсарсков-2, он был обнаружен в таких пещерах. И ученые с ним работали. Но вот сегодня обнаружили более новый вирус, который тоже из Юнании, но... Вот, смотри, что я построил. Вот. Не из Юнании, на самом деле, извиняюсь. Я боюсь соврать. Сейчас я буду. Может быть, чуть-чуть рядом, но не суть. Вот. И ученые ездили в эти пещеры и искали там коронавирус Сарсков-2, буквально случайно, чтобы привезли, его там не находили, такой вирус. Вот. При этом, опять же, природное происхождение вируса предполагает, что у вас вирус должен быть в природе. Утечка предполагает, что у вас должен быть и в природе, и еще специфические дополнительные условия, что его такие в лабораторию привезли. Я пошла с роботом. Дальше я тоже говорю, что в случае типичной пневмонии, с которой были утечки, были утечки доказаны, кстати говоря, но в случае типичной пневмонии, когда только появилась эта эпидемия, она появилась в результате переноса от животных к людям, нашли очень быстро животных, которые болеют этим вирусом. Действительно так, хотя сами до сих пор будут споры, от кого именно, от цеветов или от немотоведных собак. Скорее всего, от цеветов, но это не точно. И благо, понятно, что это люди потом заразили цевет от немотоведных собак. То есть конструировал бы все у вас, вот это как-то причиной к Сауна Голбус. Вот. Но в случае типичных пневмоний в Китае, в той же, там была и утечка типичных пневмоний, с которой работали в лаборатории потом, и во всяком случае утечку признавали. Поэтому также можно было бы начнуть Сауна Голбус и сказать, ну, тогда признавали, а сейчас почему-то не признают. Почему, если тогда признавали? Вот эти аргументы мне не кажутся какими-то серьезными в плане того, чтобы что-то доказывать или отодвергать. Вот. Дальше он требует, чтобы ИИВ должен был выложить записи о том, с чем они работали, с чем они занимались, и таким образом доказали свою невиновность. Ну, в общем, на самом деле ИИВ это не сделали. У них опубликовано, какими вирусами они работали. Вот есть слайд из отчета СМИ, где описано, с какими коронавирусами они работали. Биномы этих вирусов известны. Это не предки коронавируса SARS-CoV-2. Вот. Они ходили в эти пещеры, искали этот вирус SARS-CoV-2, они его не нашли. Они делали ПЦР, проверяли своих сотрудников на коронавирус, на антитела к коронавирусу. Не нашли ничего. Ну, то есть, опять же, если мы верим в теорию ЗАГР, то мы, конечно, не верим. Мы говорим, что это вранье и неправда. Тогда получается, что вас все нельзя провернуть. То есть, какие бы данные не предоставили, вы все равно говорили, что это ерунда. Ну, и я бы добавил к этому, что, действительно, в лаборатории у вас есть какие-то средства защиты, какие-то способы ищиться от тех вирусов, с которыми ученые работают. Я бы придумал такую метацию. Вот так же выглядит лаборатория BSL-1 уровня. Там есть разные уровни степени защиты от билобезопасности. Вот из лаборатории BSL-1, BSL-2. Тут просто перчатки люди носят, халаты носят, у них есть автоклав. Тут добавляется там тяга, под которой все обязательно работают. Собственно, возбухание работает в основном от BSL-2, от тех лабораторий, где с коронавирусами работают. Вот. BSL-2, но также там есть BSL-4 лаборатория, BSL-3. Вот так выглядит, видите, уже все больше и больше систем защиты, BSL-4. Вообще работают в скафанды. Раз в хайском степени лаборатории есть лаборатория BSL-4, уровни безопасности для более опасных патогенов. Вот вы это все видите, да? А вот так выглядит лаборатория BSL-0. Вот. Это место, где тысячи людей ходят, где животных на глазах у людей убивают, где кровь, где небезопасный контакт между биологическими жидкостями. И опять же возникает вопрос, что более вероятно. Конечно, может вирус убежать из лаборатории. Такие примеры есть. Но опять же вопрос в том, что более вероятно. И когда кастрологи уверенно заявляют о том, что точно так, а вот это самое, то это не выдерживает критики. Как гипотеза можно такое предположить, пожалуйста. Вот. В пользу утечки и наоборот смотреть, что там есть в пользу природного происхождения, замечательная статья в журнале BSL, которая называется The Origins of SARS-CoV-2 Critical Review. Она написана в дюжине вирусологов из самых разных стран. Там очень подробно это все изложено. Вот. Ну и я возвращаюсь к началу моей лекции. У меня осталось пару минут. Вот, казалось бы, вирус убежал человека. Про него уж точно все известно. В плане того, что мы знаем похожий вирус обезьян, мы знаем примерно, когда передался вирус обезьяна человеку. Мы, конечно, не знаем до конца как именно, то есть точный сценарий этого передачи, но мы знаем, что происходило неоднократно, мы знаем, что есть несколько вариантов вируса ВИЧ и так далее. Но все равно по сей день отголоски вот этих вот историй, когда в СМИ появилась история про то, что вот, какой-то молекулярный биолог заявил в газете, что вирус точно создан в лаборатории, когда какой-то профессор сказал, что в лаборатории именно был получен вот эти СПИДа, когда про это писали научные журналы, когда строили теории, когда это печатало правду, «Российские звести» и так далее. Ну и так далее, и так далее. Но вся эта история, она, по сути, повторяется у вас на глазах. И даже если мы обнаружим, что там максимально близкие к стопроцентным, науке не бывает стопроцентных доказательств природного происхождения вируса, все равно никуда не денутся эти теории. Потому что возникают они по причинам не научным, а психологическим. Есть несколько интересных историй на этот счет. Одна из них, почему люди верят в теорию заговора, людям свойство, так называемая ошибка пропорциональности. Это идея про то, что если случилось большое масштабное событие, то у него должна быть большая масштабная причина. Ну, например, убийство Кеннеди. Умер президент, важный человек, но и не как кто-то в этом большой заговоре. Виноват не просто один одиночный стрелок его убивал. И люди вот к этому склонны. Поэтому любопытно, что теории заговора чаще возникают вокруг масштабных событий и вокруг чего-то тревиального, где как раз заговоры-то постоянно случаются. Кто-то там заговаривает заговор против, я не знаю, против коллеги по работе, отжать бизнес, может быть, заговор. Пару коррупционеров договорились, как они там рейдовски захватывают, строят заговоры. Но теории строят такие массовые, вокруг чего-то такого серьезного и важного. И то же самое идеологии. Вы можете услышать теорию заговора про ВИЧ, про Испанку, про королеву SARS-CoV-2, но не про бедный вирус Герпеса, потому что он не достоин того, чтобы кто-то его создавал в лаборатории. Правильно? Он же всего лишь Герпес. Да, кого-то убивает, но редко же, совсем редко у людей с иммунодефицитом. Вторая вещь – это телеологическое мышление. Это когда люди всему ищут причину. У всего должна быть какая-то причина. Хотя на самом деле это не так. В мире происходит без причины, просто потому что таковы законы физики. И третья вещь – это проекция. Тоже интересно, что было исследование, где людей спрашивали, насколько они готовы сами поучаствовать в заговоре по сокрытию какой-то информации. И оказалось, что те люди, которые сами более активно хотели поучаствовать в заговоре, более смогли верить в заговоры. Ну, то есть люди проецируют себя на остальных. Вот. Так что есть психологические причины для того, чтобы в это верить. Что было с переносом SARS-CoV-2, я надеюсь, мы когда-нибудь узнаем. Но чего бы мы не узнали, теории заговора все равно будут существовать и никуда они не денутся. У меня есть список литературы к этой презентации. Можете покрываться в вакцине «Спутник Виль» и почему так быстро удалось сделать тестирование. Значит, начну со второй части. Про то, почему так быстро удалось. Я про это даже говорю в лекции, что аденовирусы, которые используются как носители для вакцины «Спутник», они использовались в науке уже очень давно. То есть, если это конструктор, у вас есть оболочник, который должен оставлять некий генетический материал, какой именно вы сами решаете, помещаете туда. Сама система уже давно существует, она работает в генной терапии, например, для того, чтобы доставлять какие-то гены, у которых у человека неисправны, неисправные копии, чтобы победить какую-то болезнь генетическую. И вот вам можно ли поменять тот генетический материал, который относительно доставляет? Первая. И вторая вещь, вам нужно узнать ген поверхностного белка этого вируса. Это возникает очень рано, когда коронавирус открыли, почти моментально прочитали его геном, он стал доступен для всего мира, и любой ученый, с любой точки света мог узнать, какой S-белок у коронавируса с SARS-CoV-2. Вот ген синтезировать в своей лаборатории, даже не имея рядом коронавирус SARS-CoV-2, вам нужно было идти, кого-то заражать, искать где-то там в живой части света, просто сразу можно приступить к разработке вакцины. Есть ген, есть готовая система, все, у вас сразу есть что-то, что можно испытывать. И это первое. И вторая вещь, это, знаете, какие-то клинические исследования, где вы берете вакцинированных, невакцинированных и сравниваете, какой чаще заболеет. И тут, как бы, к сожалению, нам помогает тот факт, что коронавирус SARS-CoV-2 очень быстро начал распространяться, и он так быстро распространяется, что даже не очень большая выборка людей достаточно для того, чтобы в этой выборке какой-то процент людей заразился. Если вы могли на этой выборке посмотреть, помогает вакцина или нет. Если вы отметите, какое-то очень редкое заболевание, в котором болеет один человек на миллион, то, не взяв несколько миллионов человек, вы не сможете нормально эту вакцину протестировать. Если у вас болеет большой процент населения, то вам легче протестировать. Как касается состава, вакцина «Спутник», вообще-то он как бы опубликован и известен, главная часть этой вакцины – это у вас аденовирусный вектор. Там есть два аденовирусных вектора – AD5 и AD26. Известно, что это за векторы, это не они придумали, это такие стандартные векторы, то есть способ доставки. Гены СБУК коронавируса в последовательности тоже известно. Ну, там есть вспомогательные вещества. Вот. Про одной из них проходила теория заговора, что это страшное вещество, потому что при него было написано, где-то нашли сайт, на котором было написано это вещество, не предназначено для использования на людях или на животных. Вот. Это БУФЕР там используется. ТРИС БУФЕР. Вот, я вспомнил. Вот. На самом деле ТРИС БУФЕР, который был на этом сайте, который использовали в дискредитации вакцины, это был просто технический БУФЕР, он действительно не предназначен. Вообще ТРИС используется для того, что при лечении неких заболеваний, связанных с изменением ПАЖ крови, это просто БУФЕР, который делает ПАЖ такой, каким он должен быть нормальной крови. У него есть медицинское применение, и при этом он используется в медицинском применении гораздо больше в концентрации, чем в вакцине. Вот. Надеюсь, ответим, да. Меня пригоняют или еще 10 минут на вопрос? Мы прям с удовольствием, давайте поаплодируем, друзья. Пожалуйста, Александр Палин, в раскашении коронавируса. Теперь мы не будем распространять всякие слухи. Дорога! Конечно! А че ты я-то? Я вообще никогда ничего не рассказываю, поэтому... Давай отправиться в нас...